Привет, друзья! Меня зовут Виктория Бородина, и вы на канале ProgBlog. Здесь мы говорим о карьере в IT. На повестке дня сегодня фриланс, и поможет нам разобраться в этой теме Александр Сакирко. Он за два года заработал более полумиллиона долларов, продавая шаблоны австралийской площадки. Если вам интересно узнать, как стать успешным фрилансером, зарабатывая не меньше, чем в офисах американских IT-компаний, продолжайте смотреть это видео. Привет, Саша! Спасибо, что выделил время для интервью. Привет, Вика! Рада познакомиться, тем более, что ты мой коллега по YouTube. И, ну, собственно, мне интересно будет пообщаться, посмотреть, как у тебя происходит процесс и YouTube, и работа, и как ты это всё совмещаешь. Но сегодня мы будем говорить о твоём опыте, ты профессионал WordPress. Расскажи вообще о своём пути, ну, сначала, не знаю, как ты заинтересовался программированием, и где ты сейчас находишься? Я тоже очень рад знакомству. В общем, история у меня длинная, я постараюсь её вкратце рассказать. По моему мнению, она очень интересна. То есть, многие фрилансеры могут увидеть себя в моей истории. Начал я 11 лет назад, очень давно. Но был я простым дизайнером, прям самолучка, учился рисовать баннеры. Сделал несколько баннеров, продал их на фрилансе за 5 долларов. Позднее я изучил верстку. Уже начал, точнее, даже не верстку, сначала изучил веб-дизайн. С баннеров перешёл на дизайн сайтов. Делал я какое-то время дизайн сайтов, потом перешёл на верстку. Уже начал верстать свои дизайны. Делал под ключ, так сказать, полуготовые сайты. Получал немножко больше денег, нежели за простой дизайн. Ещё чуть позднее изучил уже адаптацию под CMS-ки различные. И опять же, мой прайс немножко опять вырос. В таком ключе я развивался до определённого момента, пока не попал в сообщество WordPress. Очень тоже интересная история. Работал я довольно-таки много, уже лет 4 или 5 на фрилансе. Занимался строго разработкой сайтов. Но, как ни странно, на WordPress я ничего не делал. Ни одного сайта на WordPress я не реализовал. Но в какой-то момент я попал в компанию, которая именно работала с WordPress шаблонами. На собеседовании я сказал, что отлично владею этой технологией. Хотя, по факту, вообще её не видел, ни разу не использовал. Мне дали 2 недели на тест. За эти 2 недели я её изучил. Меня взяли на работу. Я там отлично справлялся. Ещё несколько месяцев я там поработал. Потом я ушёл оттуда. И вот в момент, когда я оттуда ушёл, собственно, навыки WordPress, знания WordPress изменили мою жизнь. Потому что я попал на австралийскую площадку. На этой австралийской площадке я продал шаблонов за 2 года на полмиллиона долларов. И, собственно, моя жизнь перевернулась с ног на голову. Одно дело, когда на фрилансе в месяц зарабатываешь до 1000 долларов, что тоже для меня было много. Я считал себя королём фриланса. Но когда заработок вырастает до, например, 16 тысяч в месяц, то чувствуешь не то, что королём фриланса, а прям рок-звездой себя чувствуешь. Да. Это вкратце с точки зрения карьеры на фрилансе. После вот этого опыта с шаблонами я пробовал себя в роли предпринимателя. Я даже инвестировал деньги, заработанные на шаблонах в IT-инфраструктуру. Открыл свой собственный IT-офис. Правда, не очень удачно, потому что это были мечты. Хотел красивый офис. Может быть из-за того, что в основном я фрилансер и не прошёл именно физически через другие офисы, не увидел, что там действительно много проблем. Вот я сделал такую ошибку. Я запустил офис, начал собирать команду, много денег в это вложил. И в итоге понял, что построение бизнеса онлайн ближе мне и экономнее, нежели запуск собственного офиса. Да, это очень интересный опыт. И я намечаю для себя таких два направления интересных. Это, во-первых, WordPress, потому что ты, конечно, впечатлил, особенно называя эти цифры. Мне кажется, сейчас все, кто нас смотрит, быстренько пошли смотреть, что это такое, если они не знают, что это, и вообще изучать эту технологию. И второй момент – это фриланс. Потому что у меня так или иначе были герои, которые работали на фрилансе, ну такого масштабного опыта. То есть скорее это был у людей такой годовой, может быть там двухгодовой опыт. И, как правило, люди разочаровывались. То есть я обычно встречала, что это очень сложно организовать свое время и так далее и тому подобное, вообще искать заказы. Ну, собственно, я вижу, что ты продолжаешь в этой области работать и долго работал. И, в общем, мы с тобой об этом поговорим. Давай начнем с WordPress. Расскажи, какие технологии применяются при разработке WordPress шаблонов. Ну, на самом деле, я в целом считаю, что веб-разработка – это одна из самых первых ступеней на этапе развития как программист. То есть я не считаю, что здесь какие-то суперсложные технологии. Если говорить о WordPress, сам WordPress написан на PHP. Собственно, для того, чтобы нам разрабатывать что-то под WordPress, будь то плагины, будь то шаблоны, основная технология – это, конечно, язык программирования PHP. Опять же, делится на два направления. Если мы делаем плагины, значит, достаточно вполне только PHP. Если мы делаем шаблоны, значит, тут добавляется несколько технологий – это HTML, CSS и язык программирования JavaScript для придания анимации, динамики. Сегодня модно. Сегодня сайт статический, ну, никуда не годится. Сегодня разработчики пихают как можно больше анимаций. Чем круче, чем красивее эта анимация, тем как бы лучше и симпатичнее будет сайт в целом и шаблон. Собственно, цель разработчиков не просто сделать, например, красивый дизайн, а сделать его таким, чтобы его купили. Так вот, анимация, сделанная на JavaScript и на различных библиотеках под JavaScript и стимулирует вот это дело, чтобы шаблон покупали. С точки зрения еще технологий, в принципе, новичкам, да, только планируют, не нужно пугаться ни в коем случае, потому что даже тот же PHP, тот же JavaScript, это уровень, может быть, синтаксиса. То есть основа основ. У WordPress есть своя собственная документация, она называется WordPress Codex. Там большинство функций, большинство классов, которые мы используем, методы, они все описаны красиво, разложены по полочкам. По сути, человек, зная PHP, да, основы синтаксис, он без проблем может разобраться в разработке WordPress шаблонов. Я скажу более, мне потребовалось самому две недели, я уже упомянул об этом, для того, чтобы изучить основы разработки WordPress шаблонов. Поэтому можно как бы самим уже догадаться, что не так уж это и сложно на самом деле. Да, это правда. Есть еще небольшие такие дополнительные моменты, да, может быть, есть IT-специалисты, но которые не работали, например, в сфере веба, различные программки, которые помогают нам при разработке. Например, дополнительная программочка по edit, которая нужна для перевода WordPress шаблонов. Там программочки типа FTP для загрузки файлов на хостинг, какие-то плагины для редакторов кода, может быть, какие-то припроцессоры для CSS, потому что я, например, в своей практике использую LES, проще на нем писать CSS-код. Вот такие мелочи различные, они уже как бы добавляются. Сегодня модно у разработчиков в портфолио, в CV иметь как можно больше различных плюшек. Собственно, вот их мы тоже применяем. Но в целом, повторюсь, все, в принципе, доступно. Любой человек может изучить это дело и работать, разрабатывать шаблоны. Звучит очень мотивирующе. Расскажи, как ты устроил рабочий процесс? Тоже интересная история, да. Сейчас будем разговаривать непосредственно о шаблонах. В общем, я продавал шаблоны на австралийской компании. Она называется InVata. Может быть, многие слышали такой сайт под названием FemForest. Так вот, на этом сайте мы, по сути, делаем шаблон, чисто визуально, как готовый сайт. И загружаем его туда. InVata его продает, и мы за это получаем какой-то комиссион. Собственно, вот весь процесс разработки можно разделить на несколько этапов. Например, у меня это было три этапа. Первый этап – разработка дизайна. Второй этап – верстка этого дизайна. Третий этап – адаптация под WordPress. И, собственно, четвертый этап, который добавляется в последнем – фиксы багов и адаптация под требования маркета. Потому что у каждого маркета есть свой ряд и список требований, которые мы должны выполнить перед загрузкой. В принципе, вот такие четыре стадии совершенно не сложные. и они как бы относятся не только к WordPress-шаблонам. Это в целом в таком русле, например, в студии делают сайты. То есть в любом случае отдельный человек-дизайнер работает над дизайном. Верстальщик как бы верстает это дело. Уже PHP либо WordPress-девелопер адаптирует это под CMS. У меня, опять же, немножко уйду от темы, почему у меня получилось сделать это, да, почему не каждый разработчик, например, попал на Envato и не продал на такую сумму. Мой опыт фриланса охватывает вот все эти стадии. То есть я сначала был дизайнером, простым дизайнером. У меня был навык дизайна. Далее я верстал, у меня был навык верстки. Далее в компании я выучил WordPress, у меня был навык адаптации под WordPress. Более того, английский язык тоже курсы различные, школа, университет получил и навык английского языка. По сути, у меня всего понемножку было. И вот это помогло мне самому на начальном этапе проделать вот эти все ступени и разбить разработку на такие четыре шага. Но ты выполнял все этапы самостоятельно или ты кому-то делегировал? Ну, на самом деле, я всегда считаю, что я делал все сам. Но, по сути, конечно, я обращался за помощью. Просто почему я считаю, что я сам делал? Последний шаг, он самый как бы сложный, самый важный, это пройти проверку на маркет, чтобы мой шаблон как бы пустили. И всегда его выполнял только я, потому что я единственный был в состоянии это сделать. Но, конечно, я прибегал к помощи фрилансерам, я прибегал к помощи работникам в студии, я даже пытался запустить небольшую команду, снял комнатку небольшую, собрал там пять человек, по-моему, у нас было, и два удаленщика. Поэтому, да, я все-таки делегировал, на самом деле. Не скажу, что много шаблонов, но имел такой опыт. То есть, я пытался еще тогда давно строить компанию. Делегировал, например, дизайн. У меня был парень-удаленщик, который пытался сделать дизайн, и несколько работ прошли, на самом деле, сделал качественные. Делегировал процесс верстки. Если есть ребята, которые уже хотят что-то похожее делать, сразу скажу, на фрилансе очень сложно найти хороших верстальщиков. Либо через рекомендации, либо найдите знакомых, и все-таки устройте какую-то небольшую компанию. Потому что вот продукты, которые были качественные, которые у меня принимали, это были сделаны у меня в офисе, в том, где я арендовал, маленькая комната. А все, что я заказывал на фрилансе, даже мой отбор не проходил. То есть, настолько ужасные разработчики было в то время. Это было 5 лет назад, получается. Поэтому вот этот момент с версткой я все-таки говорю вам, чтобы вы как-то заранее предусмотрели и не шли на фриланс. Может быть, сейчас изменилась ситуация, я не знаю, но вот было так. И последний шаг, адаптация под WordPress тоже делал я самостоятельно. То есть, по сути, знаешь, как выходит? Вот есть поговорка, мы пахали, я и трактор. Представляется, что как бы я вспахал поле. Вот здесь то же самое. То есть, как бы я делал шаблоны, но все-таки для какого-то шаблона дизайн мне делал отдельный человек. Для какого-то шаблона верстку все-таки мне делал отдельный человек. Вот были такие моменты, скрывать не буду. Хорошо организованная работа, а в любом случае, это тоже твоя заслуга. У меня вопрос как человека, как фрилансера, собственно, я тоже уже три года работаю на фрилансе. И у меня до сих пор есть проблемы с самодисциплиной. Как впрочем, я думаю, что и большинство людей, которые сейчас нас смотрят или планируют заниматься фрилансом. Как ты борешься с прокрастинацией? Как ты мотивируешь себя как-то начинать работу в одно и то же время? И вообще начинаешь ли ты? Расскажи об этом. Слушай, ну у меня точно такие же проблемы. Они всегда были и есть по сей день. В общем, самый рабочий способ, не поверишь. Вот у меня всегда есть блокнот. Таких блокнотов у меня, наверное, под 20-30 штук. И что я делаю? Я всегда вот мелко как-то покажу, вот так, чтобы ты видела. Записываю свои планы. Прям самые элементарные. Тупо там сверстать что-то, тупо выйти на улицу, посадить какое-то деревце. Вот последний пункт у меня вчера было посадить деревце. И вот я их записываю. Как выполнил, я их зачеркиваю. И, например, чем больше у меня черного, вот дай покажу так, чтобы было видно. Чем больше черного, тем у меня продуктивнее день. И тем больше кайфа я получил от этого дня. Ну вот иногда есть, например, такие дни. Вот дай вот так покажу, чтобы было видно. Это у меня ребенок зашел, и день был совсем не продуктивный, потому что здесь одни маляки. Никакой не текст. Но вот этот способ, никакие туду-листы в мобильнике. У меня все приложения тоже установлены. И Trello, и туду-лист. Но оно не работает для меня. А вот когда я прописал элементарную задачу, маленькая, большая, неважно, я ее вычеркнул ручкой. Это вот просто вот так работает. Всегда работал так по этой схеме. Все 10-11 лет, сколько я работаю на фрилансе. У меня вот этих штук, вот этих ежедневников, вот такая стопочка. Старый я уже начал сжигать. У меня есть специальная печка для этого. А вот последний, вот уже половину исписал. Это самый рабочий способ. Но, если говорить именно об этапе работе на Envato, у меня тогда не было вообще никаких проблем с самодисциплиной, с мотивацией. Почему? Потому что на Envato статистика по заработку открыта. То есть вы можете посмотреть на мой профиль, что я действительно заработал эти деньги. Можем посмотреть на других авторов, что они действительно тоже заработали эти деньги. А давай положим ссылку в описании. Да, приложим ссылку без проблем. Наводим мышкой на иконку лапки, и там вам пишут, на какую сумму продал автор. Так вот, на Envato самый топовый автор, это два партнера, один из Индии, другой из Америки, они разработали WordPress-шаблон Avada. Так вот, вот этот WordPress-шаблон продался на сумму более 30 миллионов долларов. Можешь представить, один сайт, один шаблон продался на 30 миллионов долларов. И это, блин, не какой-то футболист, знаешь, который имеет бешеные зарплаты. Это два разработчика. Дизайнер из Индии и разработчик из Америки. Либо наоборот. Я точно не знаю, но сейчас, конечно, у них есть студия, потому что у них в неделю по 2000 продаж, и нужно обрабатывать, потому что часть работы, не только разработка продукта, а его поддержка. Если 2000 человек покупают у них шаблон, значит, у них много обращений в саппорт. И у них, конечно, есть студия, есть ребята, которые отвечают за это дело. Так вот, перед тем, как мне туда залить продукт, я видел, сколько зарабатывают другие. Тогда еще не было этих миллионов, тогда все более-менее начиналось, хотя уже тогда были два миллионера. Я смотрел на эти иконочки, лапы, блин, во мне все кипело, я просто хотел работать. И даже расскажу, как я работал. То есть, в момент я еще работал в той компании, где обучался WordPress, делал там шаблоны. Приходил домой, было, по-моему, 7 вечера, ужинал до 8, в 8 садился на кухне, и до 2-3 ночи разрабатывал свой первый шаблон. Мы тогда с женой снимали однокомнатную квартиру, у нас не было другого места, столик был только на кухне. И я вот до 2-3 ночи сидел на кухне и делал этот шаблон. Прошло так месяц-полтора, я его закончил. Компанию я все еще не бросил. То есть, я совмещал и работу в офисе, это был мой бэкдор, то есть, второй шанс, черный ход, как назвать его. Продолжал работу. В момент, когда я сделал свой шаблон, я думал, аллилуйя, сейчас загружу его, сейчас польются денежки. Рано радовался, потому что с момента, как я закончил свой первый продукт, я получил 28 отказов. Можете себе представить, 28 отказов мне говорили, нет, мы не принимаем твой продукт, он плохой. По времени это длилось 2 месяца. То есть, я отправлял, получал отказ, что-то исправлял в этом продукте, отправлял еще раз, мне опять давали отказ. Вот таким макаром, спустя 2 месяца, все-таки я добился своего, продукт туда попал, и за первую неделю он продался на 6 тысяч долларов. А в компании я получал на тот момент 800 долларов в месяц, а тут в неделю 6 тысяч долларов. Я просто офигел, в общем, в компании сказал, до свидания, ребята. На инвата начал уже разрабатывать второй продукт. Круто, ну реально очень крутая история. Согласись, проблем с мотивацией быть не может, когда, во-первых, ты видишь, другие сколько зарабатывают, а потом все-таки твой продукт попадает, и за первую неделю ты зарабатываешь столько. История реально очень крутая. Я думаю, что она прям замотивировала многих, особенно с учетом того, что ты все-таки прошел вот эти отказы, что это нормально, к ним нужно нормально относиться. Это здорово. Но смотри, ты сказал, называл бешеные суммы в полмиллиона долларов, которые ты заработал на веб-прессе, и ты сказал, что ты начал их инвестировать. Ну, то есть, куда, расскажи, куда ты инвестировал деньги, заработанные на шаблонах? Я всегда думаю, правильно ли я делал, правильно ли я инвестировал то, что имел. На тот момент, ну, это было 4 года назад уже. Ну, я был достаточно молод, я и сейчас достаточно молод, но я инвестировал в свои потребности. То есть, у меня всегда была мечта иметь свое жилье, иметь машину. Собственно, в это я и инвестировал. Я купил квартиру, я построил большой красивый дом, я поменял машину, потому что первая машина у меня была куплена на деньги с фриланса, вторая машина, джип уже куплен на деньги с инвата. Ну, а самое ценное такое, да, я еще инвестировал в IT-офис. Я купил большой IT-офис, у меня даже на канале есть ролик, может быть, ты вставишь даже несколько скринов. Все в моем офисе как бы имеет историю. Например, у меня столы деревянные, это дерево досталось мне от старого деданого дома. Я эту древесину как бы не сжег, на дрова для печки, а красиво сложил, просушил ее, отвез плотнику и плотник ее нарезал и вот сделал те замечательные столы, которые у меня в офисе. Двери, которые красного цвета, они также сделаны из отходов от старой древесины, все тем же плотником, все из той же древесины. В общем, каждый элемент в этом офисе как бы имеет свою историю. Есть, например, стена из ламината, у меня эти стены везде, например, дома, вот здесь справа есть такая стена из ламината и в офисе. Я ее сам клеил. Я приезжал зимой по два ряда каждый день жидкими гвоздями вот клеил ее на стену. Вот это вещи, на которые как бы я инвестировал значительную часть денег и смысл в следующем. То есть я всегда думаю, верно ли я делал. С одной стороны, деньги сохранились, но с другой стороны, может быть, если было бы у меня больше навыков, может быть, я бы их как-то реинвестировал в бизнес, может быть, нанял больше разработчиков, может быть, делал бы больше шаблонов и был бы не каким-то там средним разработчиком, да, с полмиллионом, а может быть, конкурировал бы с АВАДой, например. Вот не знаю, правильно ли я сделал, все-таки. Время покажет. Да. Время покажет, но смысл, я закрыл свои потребности. То есть у меня были такие мечты, я их закрыл. Как бы все, что хотел приобрести, я приобрел. А сейчас ты живешь в Молдавии, да? Да, я живу в Молдавии, живу в городишке Криково. Это пригород столицы Кишинев. Да. В общем, может быть, кто-то из вас слышал уже о Криково, потому что это визитная карточка Молдавии на самом деле, красивый город, но самое интересное, что под всем городом у нас винные погреба. Прям весь город, у нас целый подземный город есть под городом, наши вина экспортируются по всему миру. Вот даже у вас в Америке они тоже 100% будут, нужно поискать. Да. вино с надписью Криково. Если найдешь, обязательно сфотографируй, поделишься, покажешь. Но они точно есть. Вот в этом городе, городишке я живу. Ну, мне приятно, потому что у меня не было еще героя из города, из Молдавии вообще, и моя география тоже расширяется, это здорово. Я знаю, что вот в начале ты озвучил историю, да, своего пути в программировании, в программировании в целом. Но вообще, ты вот, кроме того, что ты делал шаблоны на фрилансе, чем ты еще занимался? Ну, я знаю, что у тебя есть интересный опыт. Да, у меня опыт очень разнообразный. Я несколько раз рассказывал на своем канале, расскажу еще раз и здесь. В общем, я не только базировался как разработчик, да, то есть это одна сторона медали. Но, когда я еще был подростком, когда я только начинался, все-таки у меня не было навыков разработки, не было навыков программирования. Я искал в интернете, как можно заработать. И вот все способы, которые были на тот момент, 10 лет назад, я все их перепробовал. Я зарабатывал и на скачивании файлов. Более того, заливал файлы для взрослых, фильмы для взрослых. Мне стыдно за этот момент, на такой момент у меня был в карьере. Почему? Потому что смысл был в следующем. Чем больше люди качают эти файлы, тем больше, как бы, денег мы получаем. Ну и очевидно, что фильмы для взрослых пользовались спросом, их много качали. Поэтому я занимался этим. Что я еще делал? Я работал в социальных сетях. Помните, лет 7 назад в социальных сетях был бум. Такие голосовалки. Кто круче? Там Кирилл или Антон? Или Nike? Или Adidas? И человек как бы голосовал и у него в социальной ленте показывалось, что типа я проголосовал, что Adidas круче, чем Nike. Вот это был я. То есть у меня было штук 20 вот этих сайтов, если не больше, которые приносили мне деньги с рекламы. Я не ошибусь, по-моему, то ли 2, то ли 4 тысячи долларов в месяц мне приносили вот только эти партнерские баннеры, которые висели на этих сайтах. То есть я создал сайты, они были в двух направлениях. Один вот голосовалки, а другие гифки. То есть смешная гифка и ниже типа поделиться в социальной сети. Купил порядка 50 аккаунтов, купил программу, она по-моему называется XRamer или Hramer, не знаю, как ее правильно произносить, но это черный SEO, в общем программа там для спамер и так далее. Через эту программу как-то настроил, чтобы она добавляла друзей в друзья вот для этих 50 профилей. Далее, через другую программу настроил, чтобы каждый профиль заходил на мой сайт и типа голосовал. Отсюда друзья вот этих друзей все это видели и такая паутина распространилась, что мне шел неплохой трафик на все эти площадки. И вот на этой истории получалось поднимать вот эти суммы. Подключил свою девушку на тот момент, она тоже ей сделал эти сайты, она туда публиковала все эти голосовалки, гифки. В общем, такая история. я был не против, потому что эта девушка в будущем стала моей женой, потом как бы все деньги, все в семью пришло. То есть, в любом случае был выигрыш. Так, что еще делал? Ну, в общем, как вы видите, я был привязан не только в целом к разработке, у меня была цель как бы зарабатывать в интернете. Я был не из категории там пошпилиться в игры или в что-то. Я всегда, когда сидел за компьютером, я что-то там делал. И всегда я мог за какие-то копейки что-то делать. То есть, когда я еще был школьником, когда зарабатывая на этих файлах, опять же, технический склад ума, я нашел программу, которая автоматически рассылала вот эти файлы по разным сайтам. Но там была проблема, что нужно было вводить капчу. Так вот, я мог ночами вводить вот эти капчу и получать за это какие-то копейки. Но как бы я делал, это потому, что другого выхода у меня, собственно, не было на тот момент. Серфинг по сайтам, задания различные, вот все это я проходил через все эти системы, зарабатывал там в месяц по 5 долларов. То есть, не всегда я на рекламе зарабатывал много. То есть, реклама это все-таки немножко позднее. А первый этап, это, конечно, вот серфинг, заработок на файлах и так далее. Сейчас у тебя есть ютуб-канал. Для чего он тебе? Буду честен, на самом деле. Когда я его запустил, но серьезно начал публиковать ролики года 2 или 3 назад. Зачем я это сделал? Когда всегда работаешь на фрилансе, я прям, на самом деле, фанат фриланса, полностью зависаю за компьютером. У меня мало друзей, я не выходил на улицу, и мне как бы не хватало этого общения. С одной стороны, я как бы зарабатываю на том же инвата неплохие деньги, я чувствую себя вполне уверенным, и может быть, мне не хватало какой-то славы. Так вот, ютуб я запускал для того, чтобы получить эту славу. Но как я глубоко заблуждался, никакой славы ютуб не приносит. Запустил я канал, я рассказал ребятам, кто я, и я планировал публиковать туда влоги. Например, когда я куда-то уезжаю путешествовать, что-то о себе рассказать. Но ребята, как узнали о том, что я работаю с WordPress, попросили записать уроки. Я записал несколько бесплатных уроков. И так пошло-поехало, что аудитория росла, росла хорошо, но все просили уроки. Как я только заливал какой-то ролик, который показывал бы, что вот Александр Сакирко такой крутой, поехал на вулкан Этно в Италию, на остров Сицилии, сразу куча дизлайков. Ребята прям меня валили. В комментарии писали, давай уроки по WordPress, давай уроки по WordPress. Ну вот, нашел я золотую середину, как бы совмещал и уроки по WordPress давал ребятам, и потихоньку какой-то влог о себе. Но, конечно, цель тогда была, хотел вот немножко такой славы. В итоге не получилось это, но зато получился новый опыт, получились другие новые возможности, потому что в любом случае какой-то охват есть, разные люди обо мне узнают, многие люди пишут, в том числе вот мы с тобой сейчас встретились благодаря этому YouTube каналу, с другими людьми также встречаюсь благодаря YouTube каналу. В любом случае, я не в проигрыше. У меня вообще принцип такой, если жизнь открывает какие-то двери, обязательно нужно это попробовать. То есть, все возможности, которые мне предоставляют, я обязательно их попробую. Ошибусь, не ошибусь, но обязательно. Ну, я в любом случае оставлю ссылочку в описании под видео на твой канал, кому интересно и WordPress поучиться и вообще какая-то твоя жизнь, опять же, посмотреть и на путешествия и показывать Молдавию, не забывай. Я думаю, что те, кому интересно, обязательно туда загляну. Касаемо вот 11 лет на фрилансе, что тебе не хватает, что тебе не нравится? Раньше, когда я только начинал, даже читая какой-то самоучитель, ты можешь понять это дело неправильно. Есть же у людей, как правило, амбикции относительно карьеры. Человек, который никогда не работал директором, как он работает первые месяца, он все сам делает. Какие для тебя плюсы от работы на фрилансе? Свобода. Для кого подходит вообще фриланс? Самое ценное качество на фрилансе это умение себя продать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова